Моя страница. Виталий, хороший вопрос, и, в общем-то, ответ мне легко на него, потому что мне часто задавали подобные вопросы. Более того, даже от города Вологды пытались меня выдвинуть кандидатом в президенты, и я им написал письмо, что я не пойду никогда и не соглашусь на это, потому что у меня еще есть способности. Я считаю, что люди, у которых нет способности, идут в политику. Я считаю, что вообще чиновники, это я считаю, никому этого мне не навязываю, что чиновники это не учителя, не художники, не писатели, это все не, которые не могут нормально заработать своим творчеством и трудом деньги, они обязаны стать эксплуататорами народа. Их называют слуги народа, на самом деле они эксплуататоры. И я не могу позволить себе такую роскошь, как пойти в политику и перестать, ну, перестать, что ли, заниматься своим творчеством. Во-первых, мне неинтересно. Я в свое время был знаком с Борисом Николаевичем Ельцином. Однажды Ельцин меня позвал в Кремль, говорит, Михаил Николаевич, приходите, посмотрите на заседание. Я видел заседание, он мне спрашивает, ну как? Я говорю, у меня голова запалила. Это потрясающая серость. Там нет ни одной живой мысли. Там ничего никакого, их надо поливать живой водой с утра до вечера. Они абсолютный формат. Если вы меня загоните в политику, я стану форматом. Я не хочу быть форматом, потому что формат, это человек несчастный. Он не может мыслить и чувствовать вне рамок. Я никогда не... Миша Евдокимов. Талантливейший человек. Зачем он пошел в политику? Ведь угробила его не авария, его угробила политика. Потому что это не его дело.